На самом деле был незабываемый день, я поехал к родителям в Каскелен, приезжаю в Каскелен, а там перед памятником так много людей. Стою, а президент, открыв памятник, уже возвращался. Проходил мимо нас, прошел, остановился, такая пауза была, подходит ко мне, протянул руку и говорит, дай ребенка. Я тоже передал ребенка, попросил ему, чтобы он дал свое благословение. 21 октября у меня был день рождения и папа мне сказал, вопрос задал, Ержан, ты кого хочешь пригласить? А я ему уже перечислил всех своих друзей в классе. И потом я сказал папе, папа, можно я приглашу президента? Папа сказал, хорошо, Ержан. Я ему написал письмо. Здравствуйте, Нурсултан Атам, меня зовут Ержан. Я рад, что у нас такой президент, что дай Аллах ему здоровья только, пусть он только живет много. И только, если что, я ему дал свой номер, чтобы он позвонил, и мы всегда с братом придем с нему на помощь. Принесли мне письмо, я начал читать и, честно говоря, сам очень удивился. Кое-где, конечно, подправил, кое-какие корректировки внес письмо, запятые, стилистика и т.д. и т.п. Ну, сами понимаете. После чего на следующий день специально его самого повез в Коспочту отделения, и мы отправили письмо. Ахорда, президент. И мой подарок, что президент написал своими руками мне ответ. Спасибо, Ержан, что ты такой патриот, что у тебя такие хорошие родители, чтобы ты хорошо учился только на одни пятерки. На самом деле, как бы, ну, не думали, что будет такой общественный резонанс о том, что сам глава государства возьмет листок бумаги, ручку и напишет письмо-ответ. Конечно, это, ну, не то чтобы как бы совсем удивило, но это очень сильно порадовало было для нашей семьи неожиданностью. На день рождения всегда обычно приносят подарки. Что бы ты хотел, чтобы тебе президент подарил, если бы он пришел на день рождения? Я бы хотел велик. Велик-сапед это такой трукачный, хороший, крутой. Я не знаю еще, кем хочу быть, но знаю, что хочу быть полезным в нашей стране. Но президентом хотел бы быть или нет? Хотел бы. Он очень ждал. Вообще своего день рождения ждал. Ждал гостей, конечно, ждал президента, но в силу большого объема работы у нашей главы государства он не смог подъехать, я так думаю. Но я уверен, в принципе, если бы было немного времени, если бы он был в это время в Алма-Ате, я почему-то уверен, что он бы обязательно посетил бы нас. Продолжение следует...